всех приветствуем в данном видео хочу показать как строить вот такую вот геометрию на ю тубе я выкладывал видео и пояснение там написал что через некоторое время запишу видео как делать такую геометрию были некоторые обязательства человек пообещал некоторое время не выкладывать это время прошло можно выложить вот чтобы укоротить время буду пользоваться вот этой модели копировать будут чертежи пардон эскизы буду пояснять так вот методом откатик а вот и прежде чем начать хочу сказать что сейчас перезаливаю все видео с ютуба на платформа вот все подписчики кого и желание кто посчитает нужным переходите ссылка будет на мой канал на платформе больше на youtube я заливать не буду это будет последнее видео потому что это все тормозит ничего не показывает так что вот теперь все остальные видео которые будут буду записывать по свой удобства буду выкладывать на своем канале на платформе но это было отступление давайте поехали что называется так и и и Смотрите продолжение в следующей серии. Делайте профиль вашего диска, как у будущего. Размеры у меня вот такие маленькие, заказывал человек это на масштабную модельку. Вот он их там распечатывать что-либо будет. В общем, наш профиль диска, поскольку это тело вращения, то используем элемент вращения. Вот построил эскиз на плоскости справа, чтобы когда вид спереди, мне так удобно там будут эскизы создаваться. Сама геометрия. Вы же можете эскиз строить на той плоскости, на которой вам удобнее. Скажем так, давайте сразу и раскрашу, просто привыкнем вот так. Я могу вот так вот множество. Вот, значит, следующим шагом. Строю вот такой вот эскиз. Тоже давайте я его просто скопирую. Уже на плоскости перпендикулярной была вот эта моя эскиза. Кстати, у меня это плоскости перпендикулярная. Копируется без взаимосвязи. Приходится их устанавливать быстренько. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, вот такой эскиз. Пятигранник такой, потому что по... Ну, звезда. По фоткам, это звездочка. Поэтому пятигранник. Смотрите, вот эти две части, они у меня не вспомогательны, потому что с помощью этого эскиза я потом буду разделять и при помощи массива размножать. Сейчас будем строить большой разрез. Его построим. А уже потом примемся с переходом строить меньший разрез. Вырез вот этот. И то есть, вот получилось такие две эти... Два лучика. Теперь следующим шагом, также на плоскости... на которой уже вот эртэскиз, то есть на площадь, на плоскости спереди. Я также скопирую. Ну, что ты не даешь там у тебя перебили? Вот. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот. Вот такой эскизик. Давайте. Сейчас взаимосвязь. Так вот делаем. То есть осевая линия калинярно вот этому. То есть разделяет наш вот этот сектор пополам. Часть. Вот эта дуга. Это тоже дуга. Она... Вот эта вторая дуга калинярно. Вот с этой кромочкой. Вот. Ну, а геометрия вот этой сплайна, когда строил, он ведь это симметричный относительно вот этой осевой. Вот. Чтоб ну... Один правишь, и второй меняется. Вот видите. Вот. Вот это расстояние тоже, как говорится, произвольное. Так, чтобы там потом поместились... Видите, он покороче здесь еще место под болты. А второе он подлиннее будет. Вот. Вот. Ну, это у меня, естественно, я это правил, правил потом. Потому что, как бы, произвольно поставил расстояние, точно ты не попал. Ну, там, двигал. Вот. Вот геометрию тоже с учетом того, что здесь... Видите, вот вырез потом здесь будет поверхность наклонная. То есть еще один учитывать вот это нужно. И оставить на половину перехода вот этого выреза. Вот. Здесь касательность... Вот. Со вспомогательным отрезком он перпендикулярен осевой. и уже, соответственно, вторая будет касательно к первой. То есть такой плавно переходит. Но остальное расстояние... Вот эти длины управляющих вот этих элементов тоже уже как выстрел примерно геометрию и, соответственно, выстрелы в это расстояние. Вот. При помощи этого эскиза делаем, значит, вырез. Ну, вырез... Первый вырез делаю со смещением на вот эту высоту. Она у меня 0,6. Давайте я вот так вот повернуть сюда. При построении на 0,6. Можно прямо даже ссылку. Вот так вот давайте сделаем. Абсолютно она, наверное, не возьмет. Попробуем. Вот. Попробуем. Не дойдет так, если вот так. ну ладно 06 пока поставим достаточно до следующего естественное направление и выбрать выбираю контур здесь отображаем элементы размера а вот сюда теперь можно вот в этот размер двойной такой клик и поставить равен этому размеру и то есть вот этот вырез будете смещением постоянно равным если мы изменим 1 эскиз вот здесь сделаем 08 это смещение станет 08 так и второй элемент давайте эскизы высветим я его раскрашу и второй элемент теперь выбираем область вот эту меньше уже вот эту часть эскиза нет не затрагиваем это же можно до следующей то есть она вырежет нам вот эту лишнюю часть сделать ее ровненько и то есть изменив вот этот размер у нас в смещении первого выреза и потом подправку до нужной высоты у нас вот получится вот такой вот вырез размерчики раскроем вот теперь у нас там идет фасочка так где-то в половину получается мульти да все сделали и сохраним на всякий случай соль да есть такая фигня он просто может вылетать вот наш второй вырез примочки уберу здесь фасочка у меня идет после вот этого построения это построение уже создание вот этой наклонной грани вот этой ничего страшного мы построим после также на плоскости спереди свечиваем наш вот этот эскиз ведь он пошире и чуть-чуть ученого здесь вот это так полегче будет потому что когда здесь вот это будет кромка попадать в кромку и здесь но такое построение будет видите немножко этот центр здесь может быть кромочка от 1 1 части не очень удобно поэтому я немножко на одну десяточку смещаю давайте я этот эскиз скопируем вот 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 это у нас коллинеарность, и вот здесь в этих точках совпадение, ага, симметрично сохранилось, это хорошо, здесь можно серединку, и вот это расстояние, которое у меня не скопировалось, это строится сплайном обычно, здесь расстояние уже вот этих длин направляющих элементов не стало выставлять, здесь вам если будете моделить подобное, придется немножко поиграться, в плане того, что поверхность, плоскость будет здесь наклонная, углы могут не срабатывать, но я еще это списываю на то, что маленькая геометрия 0,1 мм, если масштабы больше будут, то там может быть с искруглением, скорее всего не будет проблем, вот сделали вот этот эскиз и теперь линия разъема, указываю вот эту поверхность, вот у нас так получилось, как бы разделяющие такие моменты, теперь мне нужен линия разъема, также вот на эту поверхность, навести для этого свою плоскость, высвечиваю скиз, осевую линию и плоскость спереди, у меня плоскость для симметрии построена, и для симметрии, и для, давайте, вот этот эскиз тоже подкрашу, и на ней буду сейчас строить эскиз для разделения, это вот этот эскиз, будет разделяющая линия, здесь взаимосвязь с этой промочкой посерединке, здесь, по-моему, вот с этой точкой, да, да, вот, давайте пубикулярно и разрезик сделаем по этой же плоскости, вот, ну, примерно где-то так же, ок, и на основе этого эскиза, линия разъема на этих поверхностях, вот, и теперь, следующим шагом, это удаление, вот этих граней, у нас получится основа для наклонной вот этой поверхности, элемент удалить грань, просто удалить, и выбираем наши грани, окей, вот, сохраним, следующим шагом, там делается 3D эскиз, будет создаваться граница поверхность, на основе 3D вот такого эскиза, вот здесь я делаю, как бы, ну, так давайте-ка я, качество увеличить, для себя какой-то, ну, и примерно так, как бы, немножко, проецировать, как бы, продолжение вот этой дуги, а дальше, здесь я вторую часть не рисую, а зеркаливаю ее, и теперь граница поверхность, называем, менеджер выбора, делал в том, что здесь, в любом случае, при построении вот этой поверхности, будет вот такая вот, ну, как грань, переход, вот, и поэтому здесь нужен, вот этот эскизик, при построении границы поверхности, видите, она закрывает объем, и активно создать твердое тело, сразу ставим галочку, твердое тело, вот здесь, если у вас там до следующей стоит, ставим глобальное, вот у нас получилась вот, такая поверхность, следующий здесь элемент, это вот для, уже для перехода делать, переходную поверхность, и она в то же время, и для второго выреза понадобится, здесь уже вот такой эскиз, тоже за кромочку захожу, то есть это уже, строится, будет вот эта, как бы, поверхность, ну, и с переходом, соответственно, на плоскости с перьями, я давайте просто скопируем, здесь сложного, ничего нет, так, это, как раз, что здесь? Продолжение следует... Так, и вот здесь, вот с этим должно быть обязательно при построении, это все сплайны, касательность, то есть вот у этого, и в то же время вот здесь, с этой грани, касательность. А, он же симметричный у нас, да. Вот и... Тоже в границах вот эти все эскизы, ну, понятно, что они строятся в границах вот этого сектора. Потому что здесь уже дальше будет второй разрез, вот по центру вот этой. И здесь вот это уже переходная часть. Поэтому у меня тоже там сразу немножко получилось, я корректировал, чтобы как бы модели, как бы не пугайтесь, что у вас сразу там не будет получаться. То есть, чтобы красиво было и смотрелось, и как бы, ну, вписаться в размеры, там, какая вам нужна будет геометрия, это сами уже будете играть. Там, там, не 50, допустим, 55 градусов, там вот этот, а вылет по длине, там, более скрученный. То есть, это уже поиграетесь. И тоже на основе этого эскизы линию разъема выбираем нашу плоскость. О, поверхность. О, поверхность. Вот, и нужно будет удалять, не забывать про маленькие вот эти частички, когда там, по следующим, будут удаляться элементы. Сохраняем. И теперь, вот, идет удаление граней. Первый шаг, я выравниваю вот эту часть, вот, смотри, элементами удалить грань, но только уже по, давайте сразу здесь делаем, вот здесь удалить грань. Ставлю галочку применить и заплату. Почему-то две она сразу не дает. Видите, а по одной дает вот одну. И она ее так сдвинула, и то, что ей нужно, как бы, по, если не ошибаюсь, по рисунку. И еще раз элемент удалить, только уже другую грань. С галочкой удалить, применить заплату. Она ее так выдвигает, и видите, вот эта грань, она выравнивается. Опять следующим элементом этого выравниваю, и опять делаем линию разъема. Еще один эскиз, но только она уже разделяет вот эту наклонную грань на две. И вот у нас строится, после удаления вот этих двух граней, как бы боковая, переходная, и вот эта основная, она у нас переходит в боковую. И вот мы здесь будем строить дальнейшую поверхность. Давайте я сейчас на вот этой же плоскости один, на симметричную строю эскиз. Давайте вот так ее делаем, и разъем по этой плоскости. Ну, у нас, так, вот с этой, по-моему, точкой, да? А, нет, с дальней, пардон, с дальней. А, нет, с дальней, пардон. И сразу можно, не выходя из эскиза, в обретлению разъема. И вот наша линия, чуть-чуть можно ее сейчас подправить. Это тоже уже все на ваше усмотрение, сама геометрия. Ну, теперь, следующим шагом, там, удаление грани, нам не нужно. Вот и построение уже вот для большого, первого выреза, вот этой, переходной поверхности. Здесь, просто удалить. У нас твердотел опять перешел в поверхность. Вот, чтобы было твердое тело, мы удалили грани. И теперь нам нужно сшить поверхность. Давайте сохраним. И здесь уже граница поверхность. Также на основе 3D эскиза. И чтобы она более ровная была, такие прямые соединил. И вторую часть отзеркалил. Так, и вот здесь можно вот такой. Снимать связь, делавшим, чтобы он был на плоскости. Не получится, что-то. А если параллельно, как бы я... Вот. А если параллельно, как бы я... Продолжение следует... 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 почему-то и почему. Все равно почему-то она, давайте тогда. Здесь видите кромка, потому что я там вот этот вырез сделал на эту беду и наткнулся, ну вот так вот мы и исправили. Вот и у нас образовалось твердое тело, и вот по сути первый вырез наш готов, на следующем этапе мы вот так вот различаем наш эскизик, вот этот второй, разделяем, ставим абсорбировать и удаляем вот это большое тело. И теперь круговой массивчик. Круговой массив 5 штук, здесь точно в градусе, и тело. Следующий шаг объединения, добавим. Наш диск с первым вырезом практически готов. И поверхности переходные. Вот я думаю на этом можно сделать паузу, чтоб видео не были такими длинными. Так немножко наверно затянул. Вот, и это будет первая часть, и во второй части мы уже будем начнем строить наш вырезатель номер 2. на основе вот принципа строения схожих с первым эскизом. И там немного, недолго осталось. Вот, поэтому до встречи во второй части. Спасибо. 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 Спасибо.